добрый день хочу рассказать вам на живом примере чем отличается базе данных 1с управления торговлей услуга от работы каким образом это использовать в чем отличие в чем тонкости нюансы различия там и так далее соответственно когда мы включаем введение введение номенклатуры там по множество видов номенклатуры в настройках да то есть это инс и администрирование номенклатуры вот и включаем вот эту галку множество видов номенклатуры у нас появляется возможность использования более двух видов в том числе там с типом работы вот если у нас эта галка отключена то у нас используется только вид номенклатуры товары и услуга отличие товара там от услуги ну достаточно простое то есть услуга она не 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 учитывается на складе никаким образом вот то есть мы просто можем эту услугу добавить в документ реализации и соответственно у нас будет оформлена продажа и по услуге всегда то нулевой себестоимость вот если мы добавляем там тип вид номенклатуры работа то мы можем по этому виду номенклатуры уже учитывать себестоимость покажу каким образом это работает вот соответственно завез заводим позиции номенклатуры пусть это будет монтаж кондиционера выглядит это будет а так монтаж кондиционера до то есть у нас есть один одна позиция которой монтаж кондиционера работа соответственно здесь указана вид номенклатуры работы и тип номенклатуры работа для оформления продажи используется акт выполненных работ и второе монтаж кондиционера услуга тоже вид номенклатура услуга тип номенклатура услуга и соответственно для оформления используется акт выполненных работ вот основная суть работы в том что мы можем по условно услуги да то есть по этой работе учитывая себестоимость каким образом это делается то есть работа это услуга которую мы покупаем у сторонней организации продаем нашему покупателю а услуга это та услуга которую мы напрямую оказываем нашему покупателю давайте сейчас приобретем работу да то есть это делается вот так мы должны зайти в закупки документ закупки вот здесь выбрать приобретение товаров и услуг и соответственно указать поставщика указать что у нас закупку поставщика на определенную организацию по договору и здесь мы указываем что мы выбираем номенклатуру монтаж кондиционера работа указываем количество указываем себестоимость да там ндс и так далее вот себестоимость 6000 рублей и обязательно указываем подразделение подразделение в которую в которую в которой эта работа поступает он пусть она у нас будет поступать коммерческую службу вот соответственно дальше мы берем и продаем акт выполненных работ делаем на монтаж кондиционера работа и делаем акт выполненных работ на монтаж кондиционера услуга вот и после этого давайте мы создадим рекламентную операцию да то есть регламентная операция за тот месяц в котором мы эти документы оформили вот и соответственно рассчитаем себестоимость рассчитаем себестоимость и посмотрим что у нас получится выполняем расчет себестоимости то есть здесь я специально отобрал организацию по которому все это все это оформляли до чтобы у нас не было там лишних данных вот и после этого после того как себестоимость рассчитывается мы перейдем отчет по валовой прибыли и посмотрим в чем разница между услугой и работой сейчас себестоимость рассчитается буквально пару минут это занимает вот соответственно смотрите да то есть себестоимость не рассчиталась вот и программа нам подсказывает что обнаружены отрицательные остатки партии в регистре себестоимость на конец периода там и так далее здесь вот тот самый момент дата про который рассказывал то есть приобретение товаров когда мы делали соответственно мы делали на конкретное подразделение получателя то здесь даже сделано следующим образом то есть если подразделение получательные заполнен то приобретение товаров просто не проведется будет требовать эту позицию вот и соответственно когда мы оформляем документ продажи конкретно на работая не на услуги то мы точно также вот здесь на вкладке дополнительно указываем подразделение получатель то есть указываем вот этот коммерческую службу на которую поступила эта работа на которую поступила работа и после этого мы можем спокойно рассчитать заново себестоимость вот у нас все будет работать все закроется то есть у нас количество одной штук одной штуки эта работа поступила на подразделение коммерческая служба и потом далее коммерческая служба эту работу которая поступила от сторонней организации продала уже конечному клиенту он соответственно здесь указали мое подразделение и регламент на операции по закрытию месяца здесь сейчас пройдут безо всяких приключений вот у нас распределение себестоимости произошло и теперь мы формируем валовую прибыль предприятия и соответственно здесь указываем настройки что мы только вот монтаж кондиционера работаем монтаж кондиционера услуга по компании вентилятор да то есть делаем и видим что у нас акт выполненных работ в котором у нас указано что мы продавали работу да то есть у нас появилась себестоимость товара да то есть себестоимость которая берется из документа приобретения товаров услуг именно по этой позиции а по акту выполненных работ который касается услуг себестоимость не сформировалась вот и поэтому валовая прибыль здесь со стопроцентной ретабельностью по услугам а по работам с ретабельностью там 60 процентов и валовая прибыль там соответственно ниже вот в этом и отличие работают услуги более сложные конфигурации допустим комплексной автоматизации 1с ерп позволяет не только покупать услугу у сторонней организации но и производить там ее собственными силами либо каким-то образом там генерировать в ней себестоимость там совершенно различными способами базовое отличие работы от услуги именно заключается в том что по работе формируется себестоимость по услуге не формируется себестоимость если вам понравилось это видео то подписывайтесь на наш канал ставьте лайк жмите колокольчик если вам необходимо разобраться с услугами с работами организовать учет так чтобы у вас было видно сколько вы тратите денег на то чтобы оказать тот или иной вид услуг выполнить тот или иной виду работы мы можем вам помочь настроить управление торговлей таким образом так чтобы все это работало обращайтесь компании кудрлайн большое спасибо